Обычно ко мне обращается пациент переломами костей в области кисти, повреждениями сухожилий и какими-то ранами в области кисти, которые могу закрыть. Обращается пациентами с болями, с ограничениями движениями пальцев и лучезапятственного сустава, с нарушением чувствительности на периферии, а также с ограничением движений. Мы можем проводить как консервативное лечение, так и оперативное лечение. И операция, которая нам выбирается, зависит от стадийности вашего заболевания, от стадийности вашего процесса, который у вас происходит. Мы можем исправлять старые неправильные ставочные переломы, когда у вас ограничены или неправильные движения пальцев или лучезапястного сустава. Мы можем переносить сухожилия и мышцы при повреждении определенных нервов. То есть, если у вас потеряется функция одних мышц, мы можем перенести другие мышцы и остановить вашу потерянную функцию. Очень часто ко мне обращаются пациенты с нарушениями чувствительности на периферии. То есть, ваш нерв где-то сдавливается в области кисти или предплечья, и нарушается его проводимость, и нарушается функция мышц, которыми он управляет. Расслабляя нерв, перенося нерв в какое-то новое место, я останавливаю потерянную вами функцию. Был случай, когда больная мучилась от боли на протяжении 20 лет. Она была на консультациях многих неврологов и психиатров, и считали, что боль, которую она чувствует, это выдуманная боль. На самом деле, это была маленькая опухоль, находящаяся под ногтем, которая была удалена под местность в течение 30 минут, и больная больше никогда не испытывала эту боль. В мою компетенцию входит удаление всех двократичных опухолей в области кистилочного перстного сустава, их большое количество. Также к нам вращаются пациенты с ранее полученными ожогами в области кистей и пальцев. Ожоги вызывают сокращение кожи, образование рубцов, и поэтому они очень сильно ограничены в действиях, и нарушено у них самообслуживание. Для того, чтобы восстановить их качество жизни, мы делаем кожную пластику, а мы делаем операции по восстановлению движений в суставах, сухожилиях и переносе кожи. То есть мы можем восстановить потерянную ими функцию ранее. При некоторых специфических артрозах в области кистилочного перстного сустава мы можем убрать вашу боль. Иногда это делается путем денервации, то есть удаления нервов, которые обеспечивают боль в этом суставе. Иногда мы делаем артродез, то есть мы замыкаем некоторые суставы, у вас нет движений в вашем пораженном суставе, у вас нет болей. Порой это решение для вас может только быть единственным таким. Вам не стоит бояться, прийти ко мне на консультацию. Я могу оценить вашу функцию и сказать, какое лучше для вас будет самое лечение. То есть мы будем сходить конкретно из вашего индивидуального случая. Мне всегда нужна операция. Очень часто я начинаю свою терапию именно с консервативного лечения, потому что оно чаще всего приносит успех. Операция та лучшая, которая не была проведена. В моей профессии есть ряд заболеваний, которые характерны для определенного пола и возраста. Мужчины часто дают контрактуру дюпью тренок, когда сгибаются пальцы. Для женщин в 4-5 декаде характерны заболевания тендовогенита и лигаментиты. Это бывает очень часто. Для женщин характерно резоартроз. Это артроз первого пальца, который возникает и лечит его очень неправильно. Когда тут очень важна именно кистевая терапия и порой кистевая хирургия. Очень часто у детей бывают определенные заболевания. У спортсменов и у тех людей, кто ведет, кто держит свои руки во время своего рабочего процесса, они очень неправильно. То есть это профессиональные заболевания. Мы должны развить экстренную хирургию и экстренную хирургию кисти, где основное направление для восстановления потерянных функций. То есть это направление специалистов для обучения за рубеж, приобретение специальной операционной оптики, то есть микроскопов с 24-кратным увеличением, приобретение инструментария. И главное это мотивировать молодых специалистов для того, чтобы они стремились вот в эту профессию, которых, ну как, а у нас этих специалистов очень мало.